Да не плачь ты, успокойся! Ну подумаешь, твоя нынешняя жена застала тебя с бывшей женой, когда вы там предавались сладким утехам. А ты такой, дорогая, это не то, что ты подумала. Смотри, советы бывалых, сам так делаю, всегда работает. Вы же это, в защите были? Да. Вот, в презервативе не считается это база. А мы там в чоку. Тем более не считается. Тем более это твоя бывшая жена, родной человек по сути. А это вообще не считается, вы же одна семья. Да, и в четвертых бывшая была мертвой. А, нет, нет, ну я вообще тогда не понимаю, чем твоя нынешняя жена недовольна, но... Боится, что станет как бывшая. Не, ну придушить себя в постели она, конечно, тебе далеко не сразу позволит. Или как вы этим занимаетесь, а? Как это, с наручниками, скреп? Не, скучно же у нас. Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы с вами поговорим про Silent Hill 2. Про этот шедевр. Про эту игру, которая прошла десятилетия вместе с нами. На сегодняшний момент Silent Hill 2 исполнилось 23 года. И спустя 23 года, наконец-то, вышел ремейк этой игры от поляков, от Bloober Team, которые известны тем, что умеют создавать атмосферные симуляторы ходьбы. Типа Lair Sophia, типа Medium из хороших примеров симуляторов ходьбы от Bloober Team. Еще есть Observer, классный киберпанковский симулятор ходьбы. Ну да, как вы заметили, студия Bloober Team неплохо с переменным успехом делала симуляторы ходьбы. И тут в ее руки попала классика. И когда нам сообщили о том, что Bloober Team делает ремейк Silent Hill 2, мы сразу пошли и сделали ролик. Отменяем предзаказы на Silent Hill 2, потому что это какие-то поляки, во-первых. А поляки это далеко не японцы, как вы понимаете. Но, во-вторых, это ребята, которые эксперты по созданию симуляторов ходьбы без примеси какой-нибудь другой игровой механики. Они в Medium попытались там в стелс, какие-то попытки делать противостояние иногда, но все это криво, неудачно, неумело. Поэтому мы сказали, ребята, если Silent Hill 2 ремейк выйдет, то это будет, несомненно, атмосферное приключение, но, увы, с проблемками по боям. И вот Silent Hill 2 вышел, и что же мы наблюдаем? Высочайшие оценки со стороны прессы. Высочайшие оценки со стороны игроков, которые в это поиграли в Стиме, по крайней мере. Отличное принятие, великолепные комментарии. Люди выражают слова максимальной благодарности создателям и говорят, ребята, молодцы, все сделали правильно, подарили нам, вернули нам одно из ярчайших приключений, которое появилось еще в эпоху PlayStation 2. Но есть в интернете один персонаж, назовем его условно, старпер, нытик, дед, не разобрался, да тебе только Тетрис включать. В общем, это я, который проходил эту игру на стриме 6 часов. И да, я признаю, что атмосфера у этой игры замечательная. И герои по-прежнему, ну они не то чтобы живые, но они чувствуются частью этого странного мира, который ты чем больше играешь, тем глубже начинаешь понимать. Но проблема в том, что в этой игре по-прежнему, как и раньше, корявая боевая система. И поэтому я на стриме постоянно ныл, ну вот же, Capcom сделала ремейк Resident Evil 2, все переделали, сделали так, что стрелять по зомбям было весело. А здесь тебе сделали ремейк, где мужик ходит и добрых 6 часов просто палкой хреначит манекенов. Кому это интересно? Наверное, новая публика не поймет. Но в тот же самый момент, когда игра вышла, когда появились комментарии в стиме, я был посрамлен, потому что, тадам, люди приняли такой подход. Более того, Миша принял такой подход. Более того, Миша в восторге от этой игры и говорит, атмосферно, классно, философский подтекст игры до сих пор прекрасно читается. И вот Миша недавно закончил Silent Hill 2 и собирается представить вам обзор данного проекта. Поначалу этот обзор будет исключительно позитивный, потом Миша немного навалит кринжу, а потом я навалю негатива по полной программе, так что приготовьтесь. Ну и отметим сразу, что если вы поклонник оригинального Silent Hill 2, то вам обязательно стоит поиграть в ремейк, потому что студия Bluber Team действительно смогла. Смогла в такие ключевые составляющие проекта, как атмосфера, декорации и сюжет. И в принципе даже смогла улучшить кое-какие аспекты механики, сделав их приемлемо современными, если угодно. Но, если вы не являетесь поклонником Silent Hill 2, если вы не знаете, что это за игра, то я вам дам, возможно, странный, возможно, нелогичный, возможно, непонятный, но все же совет. Почитайте про Silent Hill 2, разузнайте, что это такое, разузнайте, что это за знаковый хорок 2001 года сегодня. А тогда это был проект, который не снискал огромного коммерческого успеха, и после Silent Hill 2 компания Konami сказала, давайте мы продолжим сюжет Silent Hill 1, и Silent Hill 3 будет прямым сиквелом Silent Hill 1 с фишками, которые потом будет использовать Дракман, а именно слитие протагониста первой части, бездарное в начале приключения. Но проблема в том, что если человек сейчас пойдет читать про Silent Hill 2, он, несомненно, прочтет и концовки, он узнает историю. Смотри, я знаю концовки, я знаю историю, сюжет тут прекрасно работает, даже если ты знаешь какие-то моменты, даже если ты знаешь его от начала до конца. Поскольку здесь сюжет это в первую очередь такая вот личная драма с философским налетом, без, кстати, слишком мудренности в стиле Рэймоти, я еще вспомню одного писаку бездарного сегодня пару раз, чё бы и нет. Из Финляндии? Из Финляндии, из Финляндии. Появился отличный повод пару раз метнуть в него известную субстанцию, которой в Silent Hill, кстати, навалом. Ну, отлично, будем, вот. То есть сюжет здесь вполне себе работает, даже в таком вот обратном смысле. Ну, когда ты знаешь и уже вот сначала начинаешь занаблюдать за какими-то вещами и смотреть, как теперь воспринимается картина. Повторюсь, я Silent Hill 2 проходил неоднократно. Я примерно все основные вещи по сюжету помню очень-очень хорошо. Тем не менее, сюжет в ремейке произвел на меня все равно сильное впечатление, потому что, повторюсь, это в первую очередь личная драма. С мистикой и философией, но всего здесь меру. И почему я даю вот этот вот совет? Потому что на стриме Виталик сказал одну мысль. Что если бы я не знал, что это такое, если бы я не знал, что такое Silent Hill 2, мне было бы, наверное, скучновато. Потому что, да, некоторые моменты, некоторые, многие моменты здесь длятся чуть дольше, чем надо. И это проблема именно ремейка. Здесь уже аргумент, ну, так было в оригинале, не проканает. Про это мы тоже поговорим. Но начинается все с того, что главный геой Джеймс отправляется в городок Silent Hill. А потому что ему прислала письмо его жена, которая, правда, откинула копыта три года назад от какой-то смертельной болезни. Но она говорит, а давай ты вот метнешься в Silent Hill, в наше какое-то особое место. И Джеймс такой, ну, блин. А что бы и нет? А что бы и нет? Вдруг там жена живает все это время. Мало ли. Мало ли, да, своя, так сказать, родная. Почему бы и не вернуться? И он возвращается вот в этот Silent Hill. И сразу игра, наверное, с первых минут очень радует проработкой декораций, проработкой атмосферы и неплохими решениями по звуковой составляющей. Здесь может показаться, что нет какого-то такого ярко выраженного эмбиента, фоновые звуки. Здесь это, знаешь, какой-то шум, какой-то треск, что-то вот на фоне. Да-да-да, это такая часть, очень важная часть вот этой вот гнетущей атмосферы, осознание того, что ты в этом странном проклятом месте не один. Оказывается, что в этом Silent Hill обитают какие-то монстры, тусуются другие странные персонажи типа этой девушки Анджелы, ну, щекастенькой из первых роликов. Кстати, этот момент, в общем-то, не раздражает. По-моему, они слегка пофиксили эту модельку. Ну и, опять же, ты погружаешься именно в это ощущение. Ощущение того, что ты находишься в мистическом, непонятном, каком-то заброшенном, вывернутом на все возможные изнанки месте. Студия Bluebird Team великолепно умеет создавать атмосферные декорации. И в Silent Hill 2 они, не побоюсь этого слова, превзошли самих себя. И, кстати, если вам понравится Silent Hill 2, то самое время вернуться в Medium, который вы, скорее всего, пропустили в свое время. В Medium, когда мы играли, мы говорили, так вот же, это готовый плацдарм, чтобы на этой технологии делать Silent Hill 2. Дело в том, что там тоже активно используется элемент с вывернутой изнанкой реальности. И, соответственно, в Silent Hill 2, да, ты проникаешься вот этой давящей, гнетущей атмосферой, вот этой неприятной такой, что тебе неприятно находиться в этом мире, но все равно он тебя вовлекает. Здесь фонарик не очень такой яркий, он не очень эффективный, он освещает очень небольшую часть, из-за чего может показаться, что игра в ряде моментов во многих моментах слишком темная. Да, она, возможно, чуть темнее, чем, наверное, хотелось бы, но это тоже важная часть вот этой вот атмосферы непонимания того, что находится дальше расстояния вытянутой руки. И поэтому каждый шаг тебе дается, ну, не с трудом, но с таким вот давящим ощущением, что что-то может случиться, что ты здесь не один. Вот эти вот странные звуки, шипящее радио, которое говорит о том, что неподалеку находится монстр и подсказывает тебе об этом. То есть ты вот с этим вот интересом вот так вот вжав голову, делаешь шаг за шагом и погружаешься в эти прекрасные декорации, прекрасные в своей разрухе, прекрасные в своей странности, если мы говорим про потустороннюю реальность. Когда мы наблюдаем какие-то простыни вместо стен, когда мы наблюдаем решетки вместо стен, ну, кровь и всякие там неприятные вещи тоже происходят. Это замечательно. Тем более Silent Hill 2, как и оригинал, является не просто бродилкой, которую я хоррорами никогда не считал и не считаю. Это именно что боевой хоррор. То есть герой может атаковать противников, герой может давать монстрам сдачи. Если говорить про боевую систему, я бы назвал ее стандартно приемлемой. В составляющей, посвященной ближнему бою, нет глубины вообще. По сути, это две кнопки. У ворот, удар, у ворот, удар. Повторить до нужного результата. И очень толстые противники, которых нужно очень долго лупить. Я бы сказал, что они умеренно выносливые, чтобы как раз создать вот это вот ощущение опасности, что для хоррора важно. Я играл на нормальной сложности боевой составляющей, потому что, да, несмотря на такую вот базовость, боевая система немного кривовата и местами раздражающая. Можно сказать, что да, это хоррор, тут должны быть такие неудобные элементы, я с этим согласен. Но вот поскольку, да, вот постоянно вот повторять одно и то же, я понял, что мне это придется делать. И думаю, не, наверное, я все-таки поставлю нормальную сложность сражения и пойду дальше. А вот в Resident Evil 2, несмотря на то, что там тоже как бы все хоррор, там ты очень сильно боялся и зомби, особенно поначалу и Мистера Икса, там с управлением и со сражениями все было гораздо лучше. Как боевик, как экшен Resident Evil 2 значительно лучше Silent Hill 2, здесь я спорить не буду. В этом вопросе ремейк Silent Hill 2 обновленной версии резика проигрывает, я считаю, вчистую. Кстати, к проблемам этим мы еще чуть позже вернемся, пока мы говорим про хорошее. Кстати, монстры это не просто груши для битья, как в оригинале. Это манекены для битья. Нет, здесь они уворачиваются, внезапно атакуют, внезапно контратакуют, у них есть серия ударов. Ты должен запоминать поведение противника того или... Всех трех или двух? Ну, этих четырех. Четырех, да? Смотри, блюющие монстры, блюющие монстры, которые взрываются, манекены, медсестры с этими трубами железными, медсестры с ножом. Это, кстати, разные, можно сказать, противники, потому что у них разная скорость атаки, немного разное поведение. Там еще будут монстры-пауки, ну, не то чтобы много, да? На всю игру, на 15 часов, здравствуйте. Ну, может, я кого-то забыл, но эта проблема потом вылезет. Когда ты, вот, погружаешься в приключения, тебе боевая система, в принципе, нравится. Ну, еще раз, лучше, чем в оригинале. Монстров теперь по-хорошему боишься, как и надо в боевом хорроре на выживание. При этом можешь им дать сдачи. При этом, если ты будешь тупо махать палкой или даже не вовремя реагировать на атаки монстров, ты чуть ли не из каждого сражения будешь выходить побитый. И будешь вынужден использовать аптечки, которых, да, здесь много, особенно если на нормале идти, но поначалу не хватает. И ты, естественно, стараешься как-то получше этих монстров поубивать. Ну, потом тебе дадут пистолет, например, потом тебе дадут дробовик, и под конец тебе еще дадут винтовку, и ты сможешь этих монстров отстреливать. Стрельба тоже, еще раз, сделана стандартно, приемлемо. Это хорошо. Это разработчики из Bluebird Team сделали адекватно. Для них так это вообще шаг в иную реальность, и они этот шаг сделали. Они, правда, еще должны были кое-какие шаги сделать, но мы об этих шагах чуть позже поговорим. Походите, походите, тут будет отрезок, да, но и эту канализацию старую дряхлую прорвет по полной программе. Ну, естественно, здесь мы не только убиваем монстров, мы исследуем вот эти вот странные локации, мы исследуем вот эти помещения, чтобы находить различные важные предметики, комбинировать их, взаимодействовать с другими предметиками, находить новые ключи, и, естественно, вот это, раскрывать вот эту вот локацию. Локацию, раскрытие локации здесь работает великолепно, потому что вначале ты натыкаешься на какие-то постоянные закрытые двери, потом понимаешь, а вот тут, пусть вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. О-о-о-о! Я не зря на стриме говорил, что эта игра мне напоминает Doom, из которого вырезали всех монстров. Ну, ты буквально, по крайней мере, поначалу, бегаешь вот по очень такому простенькому лабиринтику для того, чтобы, а, запертая дверь, нужно найти ключ. Где ключ? Вон там. Бежишь туда, так, я нашел ключ, но не к этой двери, я нашел ключик к другой двери. Так, там что? Там ключик еще. А потом, а, вот здесь, наконец-то, нужно решить какую-то простенькую головоломку для того, чтобы пройти дальше. То есть, постоянная беготня за ключами. Ну, так было и в оригинале, извините. Ну, это неотъемлемая часть таких вот хорроров. Напомню, что в так обожаемом тобой Resident Evil 2 мы тем же самым занимались, бегая по полицейскому участку. Но бегая по полицейскому участку, мы сражались с зомби. Здесь мы сражаемся с монстрами, и не только. И монстры даже новые появляются. Ну, для этого надо прийти в новую локацию. Да, да, да. Медсестер в апартаментах, естественно, не будет. Они обитают в больнице. И попутно мы решаем головоломки. Кстати, головоломки я проходил на высокой сложности. И я не скажу, что они здесь тут какие-то прям замудренные. Они, кстати, прикольно разнообразные. Где-то там по стишкам надо расставить определенные значки. Ну, медальончики, похожие на монетки. Где-то там надо повзаимодействовать с другими объектами. Где-то надо прочитать подсказку и вычленить из этой подсказки нужные цифры. А сколько всего головоломок? Я не считал. Ну, они регулярно встречаются. Ну, их вот таких вот, чтоб интересных. Вот я за 6 часов встретил, ну ладно, 2. Более-менее. Хорошая головоломка в комнате. Там, где нужно было на стенах всякие домики находить и дорожки. Потом была головоломка с монетками. Все. Ну, потом будут и другие головоломки. В больнице там поиск браслетиков специальных. А, в больнице была еще прикольная головоломка, когда ты пытался найти пароль к сейфу по фотографиям. Забавно. Пароль к сейфу по фотографиям? Да. Сколько врачей. А. Я ж помню, как ты эти головоломки проходил методом подбора. А я искал решение. На харде, кстати, сложнее пройти методом подбора. И, кстати, на высокой сложности подсказки к этой головоломке другие. И, соответственно, численные решения тоже другое. То есть, здесь есть над чем подумать. Здесь есть с какими прикольными вещами повзаимодействовать. И ты испытываешь такое вот приятное ощущение, когда, наконец-то, решаешь вот эту вот центральную головоломку локации. Иногда головоломка состоит из одного элемента. Иногда это несколько шагов. Но ты всегда испытываешь приятное такое чувство удовлетворения, когда вот все раскрылось, наконец-то. И ты можешь сделать шаг в следующую локацию или к следующей сюжетной сцене. Что касается сюжета, то разработчики тоже молодцы. Атмосферу сюжета не пролюбили. Это все та же такая вот таинственно пронзительная личная драма про это странное место под названием Silent Hill. Куда попадают не самые добрые люди, которые совершили злые поступки. Но на то у них были причины. И они вот оказались в этом месте, которое, ну, можно назвать персональным адом. Можно назвать каким-то чистилищем. Можно назвать лимбо. И они пытаются здесь что-то найти. И нас постепенно, шаг за шагом, погружают в странное и, естественно, сломанное сознание. Либо Анджелы, либо толстого мальчика Эдди, который тоже оказался в жуткой ситуации. Мальчика. Ну, окей, подростка. Мужичка. Ну, он не производит впечатление мужичка, но окей. Где-то еще по этому городу бегает странная девочка. Герой, естественно, пытается найти свою жену. Но находит стриптизершу, которая подозрительно на его жену похожа. Буквально одно лицо. И она тянется к Джеймсу, мол, ну вот, давай помоги мне. Давай мы там туда пройдем. Вот мы в стриптиз-баре ведем какую-то непринужденную беседу. Джеймс этого тихо как-то обалдевает. Ну, куда обалдевает? Он никак не реагирует. Она его пытается соблазнять, а он такой, простите, я ищу свою жену. Да все правильно, он ищет свою жену. Он же поверил в то, что она жива. Он же хочет к ней вернуться. Хотя, когда она болела, он думал немного иначе. Естественно, эта центральная сюжетная линия подводит нас к очень мощному и эмоциональному финалу. Ну и пирамида головы, которая олицетворяет, известно что, и развлекается периодически с манекенами. В этом вопросе Silent Hill 2 все еще производит сильнейшее впечатление. Этот столб разработчики из Bluber Team не просто не сломали, они его осовременили, реставрировали, дополнили, где-то там улучшили, добавили некоторые элементики в сцены, чтобы они получше смотрелись и получше воспринимались. А ужасную лицевую анимацию тоже, ты считаешь? Я как-то не то, чтобы от нее сильно плевался. Да, видно, что каких-то огромных денег в этот проект не вложили, и лицевая анимация таки пострадала из-за этого. Особенно Марию, жаль в этом плане, стриптизерша должна соблазнять, а не вот странные какие-то выражения, чтобы на ее лице читались. Я, кстати, отметил еще не всегда удачную актерскую игру. Да. Вот у той же Анжелы иногда ощущаются явные какие-то переигрывания, вот такое вот что-то чувствуется в ее голосе. Возможно, это задумка авторов, но в данном случае я эту задумку не до конца оцениваю. И Мария очень плохо соблазняет своим голосом. Не хватает грудного вот такого вот шепота, я бы так сказал. Здесь есть, кстати, забавный момент с платьем Марии из оригинального Silent Hill, когда Мария Новая находит это платье и говорит, интересно, оно бы на мне нормально смотрелось, как думаешь, Джеймс. То есть такие штрихи здесь тоже встречаются. То есть можно сказать, что студия Bluberty вроде вот все по уму сделала. Не ошиблась в декорациях, как она умеет, не просрала атмосферу, что великолепно, не напортачила в сюжете. Собственно, почему я в самом начале ролика сказал, если вы поклонник оригинального Silent Hill 2, что называется, играйте в ремейк. Потому что когда речь идет про Silent Hill 2 оригинал, всегда идет оговорка. Ну, понимаете, это крутое, драматичное, философское произведение, где игровая механика – это всего лишь подспорье. Она там такая корявенькая, примитивная, банальненькая. Но в этот момент идет очень важная оговорка, которой ремейк не может похвастаться. Но Silent Hill 2 оригинал проходится где-то часов за восемь, так что ты, в принципе, от вот этой механики не устанешь. Игра при всей своей такой размеренности, тягучести, неторопливости показательной, такой вот раздражающей размазанности, чтобы ты вот в эту атмосферу Silent Hill погрузился с головой, чтобы ты ее прочувствовал, как Джеймс, который по локоть руку в сортир засовывает грязный, естественно. Да, при всем вот этом вот Silent Hill 2 оригинал длится восемь часов. Компактная игра, которая успевает закончиться куда быстрее, чем надоедает тебе странностями с механикой. Чего нельзя сказать о ремейке. Ремейк длиннее раза примерно в два. Да, я провел в игре где-то часов 16-17, ну, часик-другой можно объединить свое мое подтупливание над загадками, поскольку шел на высокой сложности и иногда там в этих подсказках не понимал, а эта цифра имеет значение или не имеет значения, где здесь ноль, где здесь один. Иногда использовал метод подбора, куда ж без этого. И увеличив игру в ширь, разработчики забыли увеличить ее, так сказать, вглубь. Да, перед нами, я уже говорил, стандартная боевая система, не самый большой набор монстров и размазанные локации, на которых ничего, в общем-то, не происходит. Герой бегает, собирает вещи, герой бьет палкой монстров, герой решает головоломки, не всегда, да, какие-то интересные, не всегда увлекательные. Зачастую нашел ключ в одной точке, использовал его в другой. В оригинале это все скрывалось за такой вот динамикой. Здесь ты побегал по городу, потом оказался в апартаментах по ощущениям на час больше, чем надо, потом оказался в больнице и под конец этой больницы понимаешь, что как-то долго ты тут бегаешь. При этом, повторюсь, сюжет никуда не двигается, ничего толком не происходит. Там у нас пару сцен с пирамидоголовым, возможно, с этой девочкой, встреча, по-моему, с Эдди. И вот где-то ты прошел уже часов 6-7 и понимаешь, что ничего толком не произошло. Да, были прикольные решения по механике, да, есть потрясающая атмосфера, но Bluebird Team не зря же, делая свои симуляторы ходьбы, делала их, ну, часов на 5, ну, где-то на 6, чтобы не утомляло. А здесь игра остается поверхностной в ключевых аспектах механики и не предлагает тебе ничего, собственно, выдающегося. Ну, не выдающегося, не предлагает тебе ничего, кроме вот этого вот базового супового набора. То есть можно говорить, ну, так в оригинале так было, тоже там не было. Так оригинал был 8 часов, я это не устану напоминать. Ладно, когда я был там в апартаментах, в госпитале, в альтернативном городе, я еще такой, ну, окей, да, больше там какие-то дополнительные шаги в загадках, я понимаю. Тем более атмосфера тащит, тем более я знаю, что сюжет будет дальше идти и предлагать очень мощные эмоциональные сцены, что он точно не оставит меня равнодушным и не оставил. То есть думаю, окей, потом дошел до тюрьмы, да ел и пал, и опять вот эти темные коридоры. Появляется один новый вид монстра-паучок, который, ну, этот манекен-паук, который по стенам бегает и на тебя сверху может напрыгивать. Ну, ничего, в общем-то, не меняется, при этом даже интересных загадок не появляется. Вот тебе один отсек с темными коридорами и уже без интересного дизайна, ну, тюрьма, все, по лору и так далее. Вот еще один, вот еще один, вот еще один, да елки-палки, я откровенно подзадолбался. Потом еще одна локация, тоже размазанная, блин, с формата, вот тебе одна комнатка по беймонстров, вот тебе еще одна комнатка по беймонстров, вот тебе еще одна комнатка по беймонстров. И когда я эту часть ремейка проходил, такой, ну, блин, оригинал все как-то быстрее был. Да, блин, оригинал был быстрее, оригинал давал мне все вот эти вот вещи вот компактные, я уже видел финальные титры, а здесь одна такая, ё-моё, сколько можно по этим вот тёмным коридорам бегать, отбиваясь от одинаковых монстров из трёх, блин, видов оружия. И да, здесь в определённый момент понятно, что нет смысла исследовать локации, ну, за пределами сюжетных квестовых вещей, потому что ты находишь патроны, патроны, патроны и два вида аптечек, всё, здесь нет каких-то прикольных находок, ну, допустим, апгрейд на оружие, пирамида головы здесь как в оригинале уже, это чисто сюжетный персонаж, появляющийся в строго определённых сценах, в паре моментов он делает вид, что за тобой как-то охотятся, но это и близко не, например, Немезис из Resident Evil 3 и даже Resident Evil 3 ремейк, то есть нет ничего, чтобы разнообразило игровой процесс, который достаточно прост, вот это обидно, я не знаю, зачем разработчики Bluebird Team так отчаянно размазывают. В смысле зачем? Ну, ответ очевиден, дело в том, что эта игра продаётся за 70 долларов, и за 70 долларов ты не можешь просто взять и предложить приключения на 7-8 часов, тебе нужно, ну, масштабный проект на 15 часов, правда, разработчиков не было достаточно фантазии, и очевидно, они не могли выйти за те рамки, которые установила компания Konami, поэтому сделали, что сделали, плюс к этому нужно было продать делюксовое издание, как-то напоминаю, делюксовое издание, которое предлагает ворох каких-то там бонусов, мы про них ещё поговорим, но при этом предлагало поиграть на 2 дня раньше, а что это значит? А это значит, что многие люди уже успели на данный момент пройти Silent Hill 2, но самое большое преступление издателей заключается в том, что они, установив такую цену, 70 долларов, предложив вот это вот делюксовое издание с ранним доступом, за 80 уже долларов, они сказали, слушайте, пацаны, деньги очень нужны, поэтому мы сэкономим на системе защиты Денуа, и игра для пиратов появилась на 2 дня раньше, чем для тех нищебродов, которые ждали 8 октября, чтобы поиграть в лицензионную версию, при том там появился и саундтрек, и какой-то арт, то есть, более того, когда, помнишь, вот этот момент был на стриме, когда я попытался людям показать этот арт, и почему-то консоль просто вырубилась нафиг, все, ты не можешь снимать данные с экрана в этот момент, почему я не могу? А потому что это эксклюзивный материал делюксового издания, только тот, кто купил, может этим наслаждаться, да, тот, кто купил, и пираты, блин, которые спокойно скачивают весь этот пак и спокойно наслаждаются. Спасибо компании Konami и Blumberg Team за то, что не использовали систему защиты Денуа. Ну и напомним еще раз, что с момента релиза оригинального Silent Hill прошло 23 года, но выводы радикально не изменились. Перед нами все так же выдающееся произведение в плане сюжета, атмосферы, каких-то мыслей, каких-то эмоций, которые вызывают этот сюжет и эта атмосфера. Это великий, без преувеличения, сюжет, который мастерски играет метафорами и полунамеками, заставляя тебя чувствовать себя неуютно. При этом не скатывается в тонны графомании, бессмысленных разговоров ради разговоров и кучи многослойности ради многослойности. Лови, финский шарлатан! Но при этом я бы отметил, что мне не хватало реакции главного героя на происходящие события. Очень не хватало. Товарищ приезжает по приглашению мертвой жены. Товарищ видит какую-то хрень. Товарищ видит монстров. Товарищ видит пирамидоголова. Какую реакцию он изображает? Никакой реакции! Как будто все так и должно быть. Он даже не говорит, черт побери, что это такое? Что тут происходит? Нет, такое ощущение, что Джеймс был заранее готов к тому, что его ждет. Ну, возможно, он и был готов к тому, что его ждет, с учетом специфики места Silent Hill из игры Silent Hill 2. То есть такая реакция его... Ну, можно это объяснить, хотя, повторюсь, я с тобой здесь согласен, какие-то мелкие фразочки, редкие мелкие фразочки были бы лаконичны. Но в остальном студия Bluberty прыгнула выше головы, сохранив и приумножив ключевые достоинства проекта. Начиная от истории и заканчивая декорациями и вот этой вот непревзойденной атмосферой второго Silent Hill. Ну да, разработчики, улучшив с одной стороны механику и в целом удачно ее осовременев, погнались за масштабом. А за этим масштабом гнаться было не надо. Ну или если вы собирались за ним гнаться, то делайте нечто большее, чем максимально базовую боевку и, ну и стандартные такие вещи для survival horror. Вопрос из зала. А стоит ли покупать данную игру за 70 долларов? Я считаю, что не стоит. Я считаю, что это великолепный кандидат, возможно, на зимнюю распродажу, когда там будут какие-то скидки. Ну или еще более великолепный кандидат на приобретение в магазине HotabJive, если мы говорим про ПК-версию. Компания Konami и студия Blue Big Team не хотят, чтобы пользователи из России и Беларуси тратили свои деньги на их проект. Пользователи из России и Беларуси прекрасно могут эти деньги не давать. Как говорится, кто-то боится деньги брать, кто-то будет бояться деньги дать. Ну что, теперь пришла моя пора. Я тут уже рукава собирался засучить, но, к сожалению, у меня их нет. Так вот, что не так с Silent Hill 2? Да, то самое делюксовое издание, которое я считаю лично преступлением. С одной стороны, разработчики продают его всего на 10 долларов дороже, чем обычное издание. Нищебродское за 70 долларов. С другой стороны, они тебе дают веселые картинки с саундтрека Кира Аймаока, который все, наверное, уже скачали давным-давно. А Кира Аймаока тогда создал свое лучшее произведение. При этом, в делюксовом издании, да, ранний доступ на два дня. И то, что разрушит однозначно к чертовой матери атмосферу, если вы решите воспользоваться этими бонусами. В этой игре сразу, по умолчанию, в делюксовой версии, вам предлагают нацепить на голову какую-нибудь шапку. Ну, поменять голову. Это может быть голова розового зайчика, пирамида голова и еще какое-то хренье. Выбирайте, что вам больше нравится. Зачем это было сделано? Я не понимаю. Вот сразу ты эту голову зайчика надеваешь, и атмосфера пропадает к чертовой матери. Не надевай. Но это бонус. Я за него заплатил. Зачем-то? При повторном прохождении. Восемь концовок или больше даже. Плюс он собаки, что не может не радовать. Также стоит отметить, что техническое исполнение этой игры это позор. Особенно, когда мы говорим про версию для PlayStation 5. PlayStation 5, я понимаю, не самая производительная система. Но, боже мой, в этой игре, мягко говоря, дальность прорисовки вот 10 метров. Слава богу, очень простая архитектура уровней. Очень простая архитектура уровней. Она детальная, она атмосферная. Она подпитывается очень классными звуками. Но, тем не менее, она очень простая с технической точки зрения. При этом у нас Unreal Engine 5, у нас Lumen, у нас там, я не знаю, есть ли на ниты или нет. В итоге, вся эта игра на PlayStation 5 в режиме производительности идет там 840p, что-то такое. При этом сумасшедшие графические артефакты, когда дело касается теней и отражений. Понятно, что ко всему можно привыкнуть, но, елки-палки, почему надо было пересаживаться на Unreal Engine 5? Почему не 4? Зачем нужно было так уродовать картинку? Понятно, что пользователи PC поиграют в куда лучшую версию. Со статтерингами, которые должны исправить. Но эта игра выглядит куда хуже Resident Evil 2. Куда хуже. Где была четкость, самое главное. Где не было этих люменов. Где не было этой трассировки лучей долбанной. Где была просто графика с запеченными отражениями. Запеченными, как говорится, тенями. Но, елки-палки, это все работало. А здесь, в игре, где отражение все-таки есть, в одной сцене есть прям зеркало. И ты понимаешь, ага, это зеркало создавалось нечестно. С другой стороны, в этой игре полно других зеркал, в которых ничего, кроме мазни, не отображается. Ну, елки-палки, это сразу выбивается. Ну, и плюс к этому Миша говорит, что игру растянули. И игру, по сути, да, которая и без того обладает невысоким темпом динамики, превратили буквально в такой корявенький симулятор ходьбы. Где ты первые несколько часов просто ходишь по серому городу. Удивляешься этим графическим артефактом на PlayStation 5. И, да, одной палкой снова и снова убиваешь одних и тех же противников. Снова и снова ты такой, алло, ребята, ну что-то. Нужно было изобрести. Люди скажут, ну, в оригинале было так же. Так, оригинал был короче. Resident Evil 2, по сути, был так же ограничен, как и Silent Hill 2. Фиксированная камера. Очень неудобная порой. И очень неудобная стрельба по этим самым зомби. Разработчики умудрились в ремейке сделать так, чтобы стрелять по зомби от третьего лица. Было интересно. А здесь ты бегаешь с этой палкой. Долбишь снова и снова этих странных созданий. И ищешь ключики по городу. Я не просто говорю, что да. Сначала вам нужно понять, перед тем, как вы покупаете или скачиваете Silent Hill 2, что эта игра, так сказать, на вырост. Сначала вас, скорее всего, может разочаровать. Потом делают уже, да, более-менее интересно. Апартамент уже хорошо. Больница вообще замечательная. Медсестры так это вообще стали иконой Silent Hill 2. Пирамида Голова, которая олицетворяет собой озабоченность главного героя, поскольку он попал в свой собственный, так сказать, персональный ад. Все дальше раскрывается. Но начало сбивает с толку. Вот ты смотришь, да это 24-й год после всех вот этих вот Resident Evil'ов. И сделали вот это. Можно было хоть немного поработать. Но в то же время я говорю компании Bluebird Team, спасибо за то, что они удачно сохранили атмосферу и сюжеты персонажей оригинала. Здесь они молодцы, здесь они красавчики. А с другой стороны, я выражаю свое фе компании Konami, которая установила такую вот цену, что, скорее всего, приведет к не самому высокому онлайну и не к самым выдающимся продажам. И, возможно, похоронит возможные планы по развитию серии Silent Hill. Вряд ли похоронит. Я, кстати, не думаю, что разработка ремейка стоила каких-то баснословных денег, но на момент записи ролика пикового онлайна проекта в Steam где-то около 15 тысяч человек. Это преступно мало показ. С другой стороны, максимально положительные отзывы, высокие оценки, людям нравятся. Но здесь очень важная оговорка. Да, если говорить об успехе ремейка Silent Hill 2, то приходится надеяться на то, что, ну, разработка стоила сравнительно недорого, потому что поляки. Ну, компания Konami не ждала, наверное, каких-то астрономических продаж сходу. Не ждала ведь? Да. Не ждала. Очень хочется надеяться, что Konami не думала, что продажи ремейка Silent Hill 2 будут сравнимы с продажами, там, Resident Evil Village или Resident Evil 4 ремейк. И еще один момент для тех людей, которые спешат вот именно сейчас, бегут, вот спотыкаются, я хочу поиграть, мне это очень надо, друзья. Если вы не в ладах с английским языком, то погодите, погодите. Все, ремейк вышел, состоялся, хорошая игра. Миша рекомендует, Виталик бухтит, но он вечно чем-то недоволен. У этой игры нет полной локализации на русский язык, переведен только текст. И тут появились наши дорогие друзья из студии Games Voice, которые анонсировали русскую озвучку. Более того, они сказали, что, ребята, не бойтесь, так же, как с озвучкой The Space, которая очень сильно затянулась, не будет. Потому что это более понятный движок, логику игры мы более-менее представляем. Плюс к этому в этой игре не так, чтобы много было диалогов. Соответственно, друзья, собираем деньги. Если вы хотите поддержать этот проект, добро пожаловать к ним на сайт. Поддерживайте. Эти ребята уже не раз доказали, что создают первоклассный материал. Напоминаю на всякий случай, что другой игровой индустрии и других локализаторов у нас для вас нет. Хотя, погодите. Новость, опубликованная на лучшем игровом сайте ixbt.games. В финале данного ролика она весьма смешная. Ремейк Silent Hill 2 получит сразу три русские озвучки. Вслед за Games Voice выступили Shiza Project и Intro Voice Studio. Интровую студию предлагает вам озвучку от искусственного интеллекта. Скажем так, от нейросетей. Shiza Project примерно то же самое. А Shiza Project это анимешники. Поэтому там будет все нормально. И с озвучкой, я понимаю, Марии, девочки. Такая будет анимешная озвучка, типичная. Мяканье вот это вот. На пиковых тонах. Что это только что было? С твоей стороны. Анимешная озвучка была. Анимешная озвучка, это когда суровые мужики говорят сурово, а девчонки говорят максимально нежно. Откуда ты из себя это выдал? Каким органам? Очень интересно. Иди посмотри аниме. Аниме говно. Даже если это будет аниме Silent Hill? Естественно. Ну, конечно же. В общем, Shiza Project тоже, я думаю, нас удивит. Но Games Voice, по крайней мере, эти ребята, они стабильно всегда выдают крутой результат. В общем, если вы знакомы с творчеством этих трех студий, вы сами знаете, кого поддерживать. Ну, а на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Таким получился Silent Hill 2. Разработчики не разочаровали, дали именно то, что от них ожидали. Немного подзатянули, но тем не менее, игра все равно получилась очень душевной, с философским подтекстом и с отличным сюжетом, который можно снова и снова перепроходить просто ради того, чтобы увидеть какую-то новую концовку. Благо, их полно. Или можно просто пройти на YouTube, сразу посмотреть все концовки. Почему бы и нет? Куда пройти? На YouTube. Или ВК-видео. Если там кто-то выкладывает подобный контент. Кстати, последний ролик, который мы выкладывали на ВК-видео, обрабатывался на два часа дольше, чем на YouTube. Вот это был для меня шок. То есть, мы залили наш подкаст двухчасовой на YouTube, и через два часа только это же видео обработалось и вышло на ВК-видео. Что такое, я так и не понимаю. Странная тема. Да, да, да. Может, слишком много запросов. Вы все ломанулись на ВК-видео. Кстати, друзья, подписывайтесь на нас. ВК-видео тоже, если вам нас смотреть удобнее. И, конечно же, подписывайтесь на нас на YouTube. Поддержите, кстати, этот ролик лайком. Комментарием, возможно. Ну и кроме этого, отметим, что мы, как всегда, говорим прямега громаднейшее спасибо нашим спонсорам. Спонсором можно стать через Boosty, спонсору YouTube, ВК-донат. Или просто можно зайти к нам на стрим для того, чтобы поддержать беседу. Потому что стримы у нас большей частью разговорные. Хотя от этих стримов у некоторых людей жопа горит. Особенно, когда мы проходим шедевры уровня Silent Hill 2. Виталик эмоции не сдерживает свои никогда. Уж извините. А Миша будет просто сидеть. Такой, ну Виталин, успокойся. Да не так же плохая игра. А я говорю, хорошая игра в этом году. Только одна. И это Diablo 4. Vessel of Hatred. На, брось. Ловите. Да. Все. Пока. Пока. А хочешь, я тебе расскажу историю, как меня обманула простая русская девушка. Как? А развела на 90 белорусских рублей. Ну, другими словами, это где-то 30 долларов. Знаешь, как она меня развела? Ну, как? История следующая. Ну, как эти девчонки, эти русские. Ой, блин. Проверяй, да перепроверяй, как говорится. Не так давно я вовсю увлекся китайской культурой. Ну, и нет ничего лучше увлечения китайской культуры, чем играть в игры от китайских товарищей. Зен Лизун Зиру. Ну, или там Блэк Мифу Конг, там на худой конец. Ну, естественно, нужно почитать книги, которые написаны китайцами для того, чтобы проникнуться уже по полной. Потому, что там они что-то там рассказывают. Есть фильмы, естественно, китайские. Про Блуждающую землю 2 я уже всем рассказал, как прекрасный пример научной фантастики. Но при этом есть аниме. Ну, это такое себе китайское. Ладно, это уже там больше для детей. Хотя, Линк Клик, простите. Это офигенная, очень взрослая такая вот фантастика. Но, что мы имеем? Есть же еще литература. Ну, я думаю, ну, не только Шлюц и Синь. Ёлы-палы, вот этот знаменитый писатель, который подарил нам задачу трех тел и блуждающую землю. Есть еще другие писатели. Зашел я, значит, в наш местный книжный магазин, ну и начал смотреть. А их-то, оказывается, начали завозить. Завозить, простите. Завозить и завозить. Уже штабеля. При этом названия такие. Там что-то там небожители торжествуют. Там красная роза на ветру. Ну, и так далее. То есть, это танец белого журавля. Личная культивация. Да, да, да. То есть, ты не понимаешь, что тебе хотят продать. Потому, что у китайцев очень специфический подход к обозначению произведений. Но, в конечном итоге, я такой наткнулся на трехтомничек. То есть, трехтомничек уже говорит нам о том, что, по крайней мере, автор не слился на первом томе. Значит, уже все хорошо. Автору нравится переводить бумагу. Да, автору нравится. Ну, и такой трехтомничек толстенький. Ну, и плюс я там сразу отзывы почитал. Люди говорят, классный такой обращик китайского такого вот фэнтези. Фэнтези. Там типа главный злодей, там вот это монстр, чудовище. Огреб по полной программе. И внезапно переродился на несколько сотен лет. Вернулся в прошлое. Переродился в теле своего злейшего врага. И он должен в теле своего злейшего врага пройти весь этот путь. Так прикольно. То есть, технически это что-то типа Гарри Поттера. Потому, что там монастырь, где учат вот этих всех заклинателей, которые сражаются с демонами. Это и ведьмак. Потому, что ты в роли этого чувака должен сражаться. Это там цинизм и все такое. Кровь, сиськи по полной программе. Тебе все это показано. Живописует, так сказать. Я такой, блин, классно, классно, блин. А кто это написал? А кто это сделал? Я такой думаю, а кто это сделал? Наверняка же у этого писателя есть страничка где-нибудь или другие какие-то произведения. Ну, мне нравится. Я первый том за полдня прочел. Прикиньте. То есть, я сел такой. А он толстенький. Там почти 400 страниц. Причем такое хорошее толстенькое издание. Я такой, ладно. Кто же ты такая? Моргана Моро. И тут, потому что на имя автора я не обращал внимания. И вот когда я прочел имя автора, Моргана Моро, я такой, что-то не по-китайски это все написано. И титиками, в принципе, уже было понятно. Но, тем не менее. Ну, ты посмотри на обложку. Да, то есть, там обложечка такая. И это как бы имя автора, оно даже не очень читается. И я начал смотреть, кто же такая эта Моргана Моро. Оказывается, это русская писательница. Неожиданно. Которая, конечно же, прониклась вот этой китайской культурой. Поэтому там вот эти Хао Бао, Си Люань и прочих имен, в которых там проще запутаться. Еще проще запутаться, чем было бы, если будь это произведение каким-нибудь японским или, наверное, даже корейским. В общем, там очень хорошо описывается то, что мы, наверное, видели во многих китайских аниме. Я понял, что меня били вокруг пальцем. Я хотел прикоснуться к китайской культуре. А в итоге наткнулся на девушку, несомненно талантливую, потому что закручивать она умеет. Которая насмотрелась китайских аниме. И по этому поводу решила написать трехтомничек. Которые переиздали и которые находятся в одной секции с произведениями китайских авторов. Так надо не к девушке, не к автору, точнее не к писательнице, а к тому, кто выставлял это. Не, ну, благодаря этому я познакомился с ее вот этим вот творчеством, что мне, несомненно, понравилось. Так что всем рекомендую. Цветы, пиона на снегу. Не, это не бабская фэнтези, как может показаться. Да, да, да. Ну, то есть, там нету любви. Конечно. Там прикольно, что злодей, который не оставляет своих злодейских планов, у него постоянно что-то не получается. И он каким-то образом помогает тем хорошим ребятам, против которых задумывают все злодейства. Его это бесит. То есть, долбаный иссякай с пародией на Гарри Поттера. Нет, не иссякай. Не иссякай. Да, не иссякай. И иссякай, это когда ты перерождаешься в другом мире. А здесь он переродился в своем мире. Просто вернулся. Так это концепция этого буддизма. С постоянными перерождениями. Думаешь, почему их столько? В общем, кто не читал, обязательно познакомьтесь. Кто в курсе, знает эту девушку, передавайте ей привет. У нее вроде даже есть телеграм-канал. Она там пьет чай. В общем, кстати, очень симпатичная внешность. Китайский. Да. Чай пьет. Ну, естественно, китайский. Или индийский. Как оказалось, нас все это время, дорогие друзья, обманывали. Китайцы пьют совсем не тот чай, который нам продают. Да и пух. Ну что, начинаем? Да. Раз, два, три.